Энергетическую энергию из угля. В этом секторе энергетики на сегодняшний день масса проблем. Сегодня за предстоящие полтора часа мы должны с вами разобраться в этих проблемах и ответить на те вопросы, которые изложены в пресс-анонсе. К сожалению, наш круглый стол совпал с открытием энергетического форума и все государственные органы ринулись его открывать. Поэтому у нас сегодня отсутствует и министр профильный, и представители НЕКО, которые тоже приглашались, но, к сожалению, избрали форум нашему круглому столу. Я надеюсь, еще коллеги из Донбасс-Энерго прибудут. И по регламенту полтора часа я прошу всех участников круглого стола в свободном режиме рассказывать свои мысли по теме нашего круглого стола и попытаться дать друг другу высказаться полностью. Сегодня нас смотрят в прямом эфире, то есть идет стрим. Поэтому любой желающий может этот круглый стол смотреть в прямом эфире в интернете. Итак, где же обещанная гора угля? На нашем первом круглом столе, который проходил уже полтора месяца назад, в этом же зале, теперь уже, к сожалению, экс-вице-премьер-министр Украины Валерий Ващевский анонсировал окончание работы над антикризисным планом, по которому страна должна пережить предстоящую зиму. Этим планом, который утвержден правительством, предусмотрено накопление запаса углей на электростанциях в объеме около 3 миллионов тонн. Но на сегодня, к сожалению, цифра другая. Так вот, я предлагаю начать с представителей наших генерирующих компаний, оценить ситуацию и техническое состояние электростанции в преддверии начала осенне-зимнего периода, ну и, так сказать, по перспективе. И я прошу начать с представителя Центра Энерго, исполняющего обязанности генерального директора Олега Коземко. Доброго дня, доброго ранку всім. По цих питаниях, які сьогодні висвітлюватимуться на цьому круглому столі, якщо по пунктах пройтися, що можна сказати по стану технічної підготовки до проходження осенне-зимового періоду ПАД «Центр Енерго». В принципі, наказ Міністерства 920 зі змінами щодо підготовки до проходження осенне-зимового періоду виконується компанією. Ми підготуємо всі енергоблоки до проходження осенне-зимового періоду. На даний момент 9 енергоблоки вже пройшли ремонт, ремонтну компанію 8 знаходяться в ремонтах. На сьогоднішній день виводимо з капітального ремонту блок станційний номер 2 Воливської ТЕС, який останній з чотирьох енергоблоків після пожежі на Воливської ТЕС вже буде введений в експлуатацію. На сьогоднішній день він в мережі працює, і капітальний ремонт буде по цьому енергоблоку закінчений. Також будуть проведені ремонти газомазутних блоків Тріпільської ТЕС 5-6, на даний момент там ведуться якраз ремонтні роботи. Ну і буде проведено технічне обслуговування газомазутних блоків Воливської ТЕС 6-7. Для того, щоб можна було в випадку необхідності ці енергоблоки включати під час проходження осінньо-зимового періоду. Тому я готовий констатувати той факт, що в принципі технічно компанія буде підготовлена до проходження осінньо-зимового періоду. Щодо створення запасу вугільної продукції на складах компанії. Ми зробили розрахунок, скільки нам необхідно вугільної продукції для того, щоб війти з задекларованими складами і виконати ці склади, які були розпорядженням і наказом міністерства, доведені ПАЦом Теренеру і іншим генеруючим компаніям. Так от, я буду говорити за цифри вересня-грудня 2015 року. Нам необхідно закупити у вересні-грудні 2015 року 2 мільйона 207 тисяч тонн вугільної продукції. Це з тим розрахунком, щоб вийти на 1 січня на склади 566 тисяч тонн. З них 1 мільйон 102 тисячі – це вугілля газової групи. Я думаю, що з тим темпом, який сьогодні ми взяли, сьогодні вже 256 тисяч на складі, і за період 21 день вересня місяця ми поклали на склад 44 тисячі тонн. Я думаю, що тут не повинно бути проблем. У нас тут основні постачальники – це Державне підприємство вугілля України і Державна вугільна компанія. І 1 мільйон 105 тисяч залишається дефіцитних марок марки А і марки П, з яких вони розподіляються наступним чином. Вітчизняні постачальники, вітчизняні, ви розумієте, що це ті постачальники, які знаходяться в зоні АТО, зареєстровані у нас. Їм ми віддаємо 465 тисяч тонн постачання за цей період. І іноземні постачальники – це постачання Російської Федерації 480 і постачання Південно-Африканської Республіки 160 тисяч тонн. І тоді ми виходимо на ці склади, за які я сказав. Склад обладнання, яке я сьогодні називаю, щоб теж було зрозуміло, це мінімальний склад обладнання. Для Воливської ТЕС це склад обладнання майже 4 енергоблока буде працювати від жовтня по грудень місяць. Це десь приблизно 3,7 з навантаженням десь 240 мегават. Ну а по Зміювській і по Тріпівській ТЕС це мінімальний склад по 2 енергоблока для того, щоб забезпечити технічний мінімум і щоб можна було прийти об'єктом зиму, і щоб по об'єкту не було ніяких зауважень. З приходом в компанію, подивившись, як постачається вугілля марок дефіцитної групи, я почав розуміти, що все-таки без диверсифікованої поставки не можна буде організувати нормальне проходження осінньо-зимового періоду. Тому було проведено ряд переговорів з великими вугільними трейдерами, такі відомі, як Вітол, Меркурія і інші. І на сьогоднішній день, в п'ятницю, нами було передано договір на підписання в Меркурію для постачання вугільної продукції з Південно-Африканської республіки на два човна. Це два човна кіпсайз 160 тисяч тонн, які повинні йти один за одним, починаючи з листопада місяця. Це буде листопад, грудень. Ну, я думаю, якщо все буде нормально, ми договір передали, тепер ми очікуємо сьогодні повернення договору для того, щоб можна вже було далі відпрацьовувати всі технічні питання відповідно до договору. Також компанією опрацьовується питання перевалочних всіх механізмів на портах Одеси, де буде заходити це вугілля. Я думаю, що зараз компанія робиться все можливе для того, щоб це вугілля було поставлене в ті терміни, які я назвав. І робиться все для того, щоб виконати механізм і виконати накопичення, яке доведене сьогодні Міністерством енергетики і воєнної промисловості. Які є сьогодні проблемні питання? Ну, і ще хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо говорити, які залишки на складах компанії для того, щоб журналісти розуміли і так далі, в нас на сьогоднішній день залишок на складах становить 399 з половиною тисяч тонн, з яких 256 і 30 – це Воливівська ТЕС, 56 і 80 – це Змієвська ТЕС, і 86 і 30 – це Трипільська ТЕС. В дорозі на сьогоднішній день до нас на даний момент на підходах, я буду говорити на Змієвську і Трипільську ТЕС разом, знаходиться 475 половагонів. Це десь близько 32,7 тисячі тонн вугільної продукції. Тобто це говорить про те, що вугілля постійно нам постачається, але для того, щоб ми мали спокій і були впевнені в тому, що в нас не буде зривів з постачанням чи з однієї, чи з другої сторони, ми прекрасно розуміємо, що ця диверсифікована поставка, яка сьогодні йде з Меркурієм, вона повинна нам забезпечити умови постачання безперебійні на наші дві електростанції. По вугілській ТЕС, я думаю, що тут проблем нема. Ми готові, і сьогодні ми свою готовність підтвердили, вивантажувати щодоби 200 половагонів, навіть при тому, що єдиний технологічний процес дозволяє нам 106 половагонів вивантажувати. Але ми, розуміючи сьогоднішню ситуацію, готові вивантажувати 200 половагонів. Це все оговорено з постачальниками палива. Вони знаходяться в нас на спільних відборах, для того, щоб не очікувати результати аналізів і вивантажувати вагони до очікування результатів. Щоб потім не було претензій зі сторонних постачальників, ми йдемо на такі кроки, ми з ними це опрацьовуємо. І ми ще раз говоримо, готовність залізниці, тому що ми постійно направляємо свої листи на залізницю, що ми готові вивантажувати щодобово 200 половагонів. Тому для того, щоб на перше число було 338 тисяч на складі вулицької ТЕС, ми готові. І, як я вам сказав, що вже більше 40 тисяч накопичено, воно, в принципі, підтверджується тим, про що я говорив. Що я хочу ще сказати. Ви знаєте, компанія «Центр Енерго» завжди працювала, і в переважній більшості в неї основним постачальником було державне підприємство «Вугілля України». І сьогодні «Вугілля України» постачає нам виключно вугілля газової групи. Вугілля антрацитової пісної групи не постачає. Тому в нас є пропозиція, що державне підприємство «Вугілля України», яке працювало спортами і так далі, яке працювало на експорт, воно має можливість сьогодні. І ми закликаємо, постачайте нам вугілля антрацитової пісної групи, тим більше є фахівці, які вміють це робити, знають і так далі. Компанія сама по собі «Центр Енерго» буде поставляти, вона вивчила повністю всю логістику. Тільки, як сказати, в вересень місяць, провівши переговори, ви зрозумієте правильно, що перший човен повинен бути в листопаді. І я думаю, що він буде, якщо не буде ніяких там форс-мажорних обставин, логістичних обставин і так далі. Ще раз наголошую, що компанія «Центр Енерго» завжди працювала виключно з железнодорожним транспортом. І сьогодні, працюючи з портом, з портами, вона зустрілася з багатьма новими проблемами, але для нас сьогодні ці проблеми, вони рішаємі, вони війдуть в нормальне русло. Тільки для того сьогодні треба буде отримувати вже перші човни, які ми будемо отримувати напряму. Як ви знаєте, човни, які були отримані, вони отримувалися через «Центр Енерго». В цей період, коли 2014-2015 рік проходження ОЗП, сьогодні компанія об'явила тендер на перевалку, для того, щоб можна було це вугілля, яке буде надходити з Південно-Африканської республіки, чи може з інших диверсифікованих поставок. Бо зараз ми також розглядаємо питання поставок і США, і Австралії, і так далі. Сьогодні буде заключений договор після проведення відкритого тендеру. І, користуючись нагодою, я запрошую на відкритий тендер, хто має таке бажання, тому що 24-го числа на сьогоднішній день ми не отримали жодної пропозиції від компанії, які готові нам надати послуги по перевалці цього вугілля. Тендер буде перенесений на неділю. Я запрошую, будь ласка, приймайте участь, приходьте. Ми готові розглядати пропозиції, які в тендері документації прописані. В принципі, я сказав все, якщо будуть запитання, я готовий відповідати на запитання. Дякую. Вопроси, конечно, будуть. Я предлагаю освітити ситуацію, яка сложилась на предприятиях групи ДТЕК, исповнительному директору ДТЕК «Энерго» Дмитрию Сахарку. Здравствуйте всем. В целом ситуацію, наверное, нам нужно розбити на две больші части. Це уголь і це фінансові вопросы, які сейчас стоять на повістці дня перед компаніями «Генерация». Сначала про уголь, потім про фінанси. Уголь на складах ДТЕК в настоячий момент знаходиться 1 270 000 тонн. Це 80% от всього угля, який знаходиться на теплових станціях України. За останній місяць ми положили на склад около 120 000 тонн угля і марки «Г» і марки «А». Якщо говорити про марку «Г», то за останні 2-3 місяць об'єм поставок марки «Г» с полуградом угля угля увеличився на 40% по сравнению с аналогичним периодом прошлого року. Це збаглядя тому, що були добавлені порожні вагони, була усилена отгрузка, почався поднимати аварійний склад. Якщо говорити про марку «А», то в настоячий момент основна сложність, конечно, составляє зона АТО і вийз зони АТО. Після восстановлення перегона «Никитовка-Майорська», о котором говорили на прошлом місяце, основне узкое місце сейчас нескільки пропускна способність путей, скільки наличие подвижного состава, то есть порожніх вагонів, локомотивів, а самое главное – дизельного топлива і запасних частей для локомотивів. В следствии того, що повреждена существенно електротяга, то електровозы недоступні, а Донецька железнодорога була самою електрифицированной дорогою Советського Союзу, около 95% була електрификація, то после того, как була разрушена електроінфраструктура, основна тяга – це локомотиви. Локомотиви нужно заправлять. В среднем сутки один локомотив берет 8 тонн дистоплива. Потребность суточная на Донецькой дороге для того, чтобы вывозить уголь, составляет 30-40 тонн только в сутки для того, чтобы обеспечивать подвоз в зоне АТО, не говоря о выезде из зоны АТО на Украину. Сейчас сложилась огромная проблема с обеспечением дистоплива и запасными частями для локомотивов. Как следствие, тот объем угля, который мы могли бы вывезти оттуда, сейчас лежит, только на наших складах около 2 млн тонн угля лежит. Мы не можем вывезти, потому что Донецкой железной дороге запретила вывозить дизельное топливо на территорию неподконтрольной Украине. Как следствие, объем вывоза существенно ограничен. Та же самая ситуация составляет с запастными частями, локомотивы ломаются и тяги не хватает. И, несмотря на то, что уголь сейчас нужен прежде всего Украине, как бы уже порядка полутора месяца, даже два месяца не решается вопрос о возобновлении поставок дизельного топлива для заправки локомотивов. Если эта проблема будет решена, то не будет потребностей в импорте из ЮАР или из Австралии. Если в августе месяце было вывезено всеми операторами, было вывезено из зоны АТО, было вывезено порядка 650 тысяч тонн, то эту цифру можно удвоить, если обеспечить надлежащим объемом дизельного топлива и своевременный ремонт локомотивов, которые работают в зоне. Без этих мероприятий, в принципе, объем вывоза будет составлять порядка 700 тысяч тонн по месяцу. Больше оттуда вывезти не будет представляться возможным, просто потому, что количество, один состав выезжает, это равен одному заправленному локомотиву. Вот, и самое печальное в этой ситуации, что вот такая вот негибкая позиция, которую сейчас занимают наши органы, на той стороне начались активные действия по созданию собственной дороги. То есть происходит отделение или там мероприятие по выделению Донецкой дороги, той части, которая находится на непонтрольной территории, в отдельное, скажем, учреждение, которое будет уже, не будет резидентом Украины. Как следствие, есть риск того, что не будет возможности работать с этим, с этой дорогой, плачевать же тарифы, и отгрузки полностью могут быть остановлены вследствие того, что там пытаются создать дорогу, которая будет получать и дистоп, будет возможность покупать и дистопливые запчасти, ремонтировать локомотивы, вагоны и так далее. То есть это такая очень плохая тенденция сейчас, которая может, как раз этот риск может реализоваться в самое ненужное время, то есть где-то в ноябре или в декабре, и уголь может остановиться. Если говорить о том, если говорить о том, как еще можно обеспечить вывоз угля из зоны АТО, это, конечно же, предоставление приоритета для угольных составов. Эта практика была в 2001 году, когда в первую очередь выезжал уголь, потом за ним выезжали все остальные. По большому счету, в рамках времени, которое у нас осталось, это уже меньше 100 дней до зимы, есть возможность просто восстанавливать приоритет. Вот выехало там три состава с углем, потом все остальные, для того, чтобы обеспечить накопление угля под осенний-зимний период. И у нас, по большому счету, не так много времени, это сентябрь, октябрь и все. Как только начнутся морозы, уголь начнет смерзаться, и тогда уже просто выгрузка будет существенно ограничена на станциях, даже если мы будем вывозить необходимый объем. Это что касается вопросов, которые стоят на повестке дня, связанные с вывозом угля. По складам, то, что мы видим, мы по прогнозному балансу, который сейчас оперирует министерство, мы по октябрю месяцу плюс-минус будем в рамках тех объемов, мы накопим тот объем на складах, который необходим для вхождения в осенний-зимний период, и который предусмотрен планами министерства. При условии, что будут решены те вопросы, о которых я говорил, и не будут заблокированы поставки из Донецкой и Луганской области. Импорт мы сейчас не рассматриваем. Причина отсутствия контрактации по импортному углю простая, это отсутствие денежных средств. Мы уже неоднократно говорили, что сначала, на 1 сентября 2015 года долг тепловой генерации, долг энергорынка перед тепловой генерацией ДТЭК составляет 6,1 миллиардов гривен. Рентабельность наших станций минус 13 процентов. Сложилась такая круговая круговая система неплатежей, и как следствие у нас нет свободных денежных средств для того, чтобы законтрактовать лодку или две, или больше из-за рубежа. Вы знаете, что это все в валюте, это предоплата, и для этого необходима предоплата, которая близка к 100 процентов, либо покрытый аккредитив, что по большому счету равен предоплате, вам нужно положить деньги на банковский счет, чтобы аккредитив был покрытый. А по большому счету это означает, что вы должны 240-250 миллионов положить на счет и сказать, вот это деньги, которые я ложу, замораживаю на 2-3 месяца, и эти лодки приплывут через 2-3 месяца. У нас такой возможности сейчас нет, с этим большие проблемы, поэтому мы рассчитываем только на уголь, который у нас есть в Донецкой и Луганской области. Напомню, у нас там около 2 миллионов тонн антрацита, готового быть поставленным на станции. К сожалению, за последние 2 недели мы наблюдаем усугубление финансовой ситуации, связанное с тем, что продолжается импорт электроэнергии из России, вы, наверное, об этом видели, слышите. Как следствие, простаивают энергоблоки, вот только наших блоков за прошлую неделю в среднем около, по всей энергосистеме, извините, около 8 энергоблоков находились в резерве, при этом шел импорт, даже атомные блоки уже разгружались для того, чтобы обеспечить заход импорта в Украину. По нашему мнению, это совершенно неприемлемая ситуация, когда есть станции, обеспечены углем, и при этом они разгружаются, блоки стоят в резерве, но при этом приобретается более дорогая электроэнергия из Российской Федерации. По всей энергосистеме порядка 1,5 мегаватт, полутора гигаватт находилось в резерве в среднем за прошлую неделю. И последний важный вопрос, но он буквально стал на повестке дня очень остро последний месяц, это НДС. Вследствие того, что ввели электронную систему администрирования НДС, все вы знаете, сейчас для того, чтобы производить отгрузки и какие-то операции, необходимо продепонировать денежные средства на спецсчет. Если ты не депонируешь, ты не имеешь возможности выставлять НДС на накладную. Если ты не выставляешь НДС на накладную, соответственно, твой контрагент не имеет права поставить налоговый кредит. И это приводит к тому, что кому-то надо стартануть этими деньгами. Вот энергорынок в августе, в июле стартанул деньгами, положил на спецсчет 650 миллионов, но эти деньги уже израсходованы для закрытия месяца августа прежде всего. И следующий месяц мы уже не видим, как мы будем проходить. У нас не будет средств для того, чтобы продепонировать НДС на счета. Плюс ситуация усугубляется тем, что такие компании, как Донбасс Энерго, прежде всего, там частично Центр Энерго, вследствие того, что они приобретают уголь в зоне АТО, а там компании не имеют возможности выдавать налогу на накладные, то у них нет входящего НДС, и, соответственно, они не могут сформировать себе налоговый кредит за те поставки, которые они производят из зоны АТО. Как следствие, это перекладывается на рынок, и вот сейчас эта проблема уже носит угрожающий характер. И вот было совещание на прошлой неделе, мы не видим, как Энергорынок закроет сентябрь месяц. В следствии того, что будет огромный дефицит, они просматривают около миллиарда, как говорил руководитель Энергорынка, около миллиарда гривен, дефицит денежных средств, в следствии того, что необходимо бы отвлечь их на спецсчета по НДС. Какое решение? Ну, решений несколько. Одного золотого ключика здесь нет. Мы видим, что здесь может быть либо это отмена электронного администрирования НДС в энергосистеме энергорынка. Почему? Потому что мы и так работаем через спецсчета, деньги ходят только в закрытой системе, и тут никуда они не деваются. Тех налоговых ям, о которых говорят налоговики, мы здесь не видим. Второе, это возможно отменить правила первого события для предприятия энергетики, то есть перейти, по большому счету, на кассовый метод по администрированию НДС, что частично, частично решит проблему, полностью не снимет, но поможет ослабить давление на энергокомпании. Вот, по большому счету, у нас финансовые проблемы, вот такие проблемы финансовые, это не платежи, которые я сказал, это вопрос вот последнее время, это импорт из России, который приводит к тому, что мы простаиваем, и третье, это вопрос НДС. Вот, по большому счету, эти три финансовые проблемы сейчас нам не позволяют, не позволяют закупать уголь за рубежом, хотя я согласен с Олегом Мироновичем, что ситуация с поставками из зоны АТО нестабильна, и хотелось бы иметь какую-то подушку безопасности, но для этого нужен финансовый ресурс. А поскольку мы одной лодкой, если мы будем нас смотреть, не обойдемся, это очень большие деньги. И последнее скажу, что Россия, мы тоже не рассматриваем поставки из России по причине того, что, если помните, 22 ноября прошлого года, когда мы контрактовались из России, 22 ноября была остановлена без объяснений поставка угля. Мы считаем, что это может произойти в этом году, в самый неподходящий момент, поэтому, кроме финансовой причины, еще вопрос надежности этих поставок, все-таки эта надежность имеет свои ограничения. Вот, по большому счету, все, что я хотел сказать. Если будут вопросы, буду готов ответить в процессе дискуссии. Спасибо большое. Перед тем, как наши эксперты оценят ситуацию в целом и сказанное двумя спикерами, которые имеют непосредственное отношение к генерирующим компаниям, я бы хотел задать вопросы для того, чтобы просто получить сухие цифры. Первое, Центр Энерго говорит о том, что мы собираемся закупать импортный, в том числе из России. Вы можете озвучить на сегодняшний день цены, которые предусмотрены контрактом по ЮАР, я так понял, и те цены, которые предполагается выставлять вам по России? То есть это дешевле украинского вугля или там дороже? Насколько сориентируете на сценах? Дивиться, говорите, что оно дешевше украинского вугиля, сегодня я считаю, что сенсов нет, по какой причине? Так, украинское вугиль, которое мы получаем из зоны АТО, 1100 грн. без НДС, ну, 1320 из НДС, ну, это вугилья в зону ризику, и вы чуле пана Дмитра, он чётко так само это подтвердюет. То, что сегодня ведутся переговоры, и то, что сегодня мы контрактуем по паровскому вугилю, так, цены коливаются, я буду говорить, близко, и буду говорить, на условиях In accounting СИВ порт до 65 доларей за одну тонну при 5500 килокалорий. Росийская Федерація десь до 67 при 6000 килокалорий. Тут нужно дальше враховываться логистику и так далее, и тому подобное, что мы отримаем на предпринимательстве. Понятно, что из зоны АТО оно будет дешевше. И мы рассчитали в Центр Энерго разные варианты. И миксовое ваги, то есть спальное спаливание паровского ваги, атошного ваги, исключено однее паровское ваги, миксовое АТО, РФ пар, исключено спаливание, если не будет, не дай Боже, ваги на газе, на мазуте. Тобто, вся вся собівартість порахована. Ну, и поверьте, зрозуміло, что сьогодні найкращая пропозиция будет из зоны АТО. Но, если мы сегодня все будем залежать от зоны АТО, и завтра скажут, что там нет ваги, тогда вопрос паровского уже будет неактуально. Еще чуть почекать, и оно уже будет неактуально. А если взяти, порівняти его с работой на газе или на мазуте, то там колоссальные цифры экономии. Тому на паровском ваги можно работать, и это будет набагато дешевше, чем работать на газе или на мазуте. При том, что на мазуте даже нет техничности возможности работать на чистом мазуте, если это не газомазутный энергоблок. Поэтому я, в принципе, вам цифры назвал, орієнтованные. И сегодня вашим тарифом, который вам установит национальный регулятор, предусмотрены закупки импортного угля? То есть, поскольку он дороже 1100? Мы прораховали. Наши плани финансовые, как бы нам дозволять один човен закупить, другий човен, тут же будет нужна допомога. И мы это прочитываем, мы говорим. Мы контрактуемся сьогодні на два човна. Один, как сказал пан Дмитро, он правильно говорит, что это акредитивная форма оплаты, безвідзивный акредитив и так далее. Потому что никто не будет цей, и этих 240 или 250 миллионов гривен нужно будет отвлекать на два, там два с половиной месяца. Мы должны их положить, потому что такие законы, правила, и никто с нами иначе не будет работать. И сразу думать, каким образом найти на другой човен. Один, что у нас чётко пролидается, мы его отримуем. У нас будут другие потім питания. Мы получили допомогу сьогодні різными постановами уряду, больше миллиарда, для того, чтобы закупить вугілля. Но нам потом его придется отдавать до травня месяца, по 2016 году. А там нужно будет уже предбачать в тарифе чуть больший тариф, для того, чтобы мы могли покрить то, что мы сейчас возьмем и потом отдам. Почему? Мы все равно отработаем, спрацуем, но нам нужно будет тариф, который позволит нам отдать деньги, которые сегодня дают. Там я говорю про 675-ю постанову и так далее, уряда, яка есть. Поэтому, еще раз запевняю, на один човен мы рассчитываем, мы видим, другий човен нам нужно будет думать, как это вопрос регулировать. То есть, по сути дела, речь идет о том, что мы будем решать проблемы по мере их возникновения. Ну, я думаю, что, понимаете, эта проблема, она уже есть. Мы сегодня говорим про то, что тот контракт, который я контрактую, и човен в дороге, он уже еде. А дальше я говорю про то, что мне нужно будет отвлекать деньги и покласти 240 миллионов. Мне нужно где-то их взять. Это вопрос будет... Хорошо, спасибо. И второй вопрос у меня к Дмитрию Сахаруку. Вот тот выход из ситуации, который вами озвучен по НДС, а есть какой-то законопроект или какое-то обращение в государственные органы с целью выйти из данной ситуации хотя бы на определенном периоде времени? Рассматриваются? Каковы перспективы? Да, я сейчас на этот вопрос отвечу. Но прежде я хотел буквально одну ремарку по цене угля. Для сопоставления, чтобы было понятно, если мы говорим о импортном угле с ЮАР и говорим о калорийность 5500 с НДС, то в среднем на станцию, вот довезти на станцию, что там перевалки и тому подобное, это будет где-то 1900-1950 гривен на станции. Вот для сравнения цифр, как бы, это с НДС. С НДС 5500 калорийность на станции. Вот плюс-минус в этой парадигме, в этот конкретный промежуток времени на внешних рынках она тоже меняется. Поэтому где-то мы про 1900 говорим. То есть это, конечно, существенно выше, чем цена украинской альтернативы, как говорит Олег Миронович. Относительно второго вопроса по НДС. Да, есть законопроекты, они поданы в Верховный Совет. Даже на прошлой неделе были попытки включить в повестку дня рассмотреть законопроект. Есть законопроект о нулевой ставке НДС на уголь. Есть законопроект о том, чтобы убрать депонирование обязательно денежных средств. Есть законопроект о том, чтобы перейти на кастовый метод. То есть там разные, как бы, есть механизмы, которые позволяют решить, по мнению разработчиков, решить проблему с НДС. Но пока ни один из этих документов не проголосован. Не проголосован. Даже на прошлой неделе в повестку дня он не встал, там, в следствии политических всех проблем, которые у нас были. Единственное, что мы сделали, если помните, был принят нормативный документ, который, там, несколько месяцев назад отменил вот эта вот разница по декадной и по квартальной, по месячной подачи НДС накладных, синхронизировалась. Вот это там помогло, как бы, частично, но, по большому счету, только оттянуло смерть утопающего, да. Вот сейчас, по большому счету, нужно максимально быстро решать проблему с НДС путем принятия соответствующих законов. Потому что это закон, это, там, не подзаконные акты, а это, там, требует решения Верховного Совета. Но какое-то из этих решений хотя бы одно надо принимать. Оно, опять же, как и само по себе не решит проблему, но ослабит давление на участников рынка электроэнергии. То есть, ну, пока в Верховной Раде тепло и светло, навряд ли очень быстро это будет принято. Ну, да, тут еще, с одной стороны, все стараются как-то вытащить, извините за такой термин, вытащить рынок каждый месяц, да. И Энергоатом, и ДТЭК в прошлом месяце, вот, когда мы закрывали сентябрь, мы продепонировали денежные средства. Из последних средств, как бы, которые у нас были, мы продепонировали, как бы, и закрыли НДС накладные, там, в 12 часов, как бы, закрывали рынок. Это, там, с одной стороны, мы сделали хорошо для того, чтобы рассчитаться, рынок закрыть. С другой стороны, с другой стороны, это, вроде как, сделали их хуже, потому что проблема, вроде как, решается. Ну, люди находят денежные средства. Хотя это не так дефицит, около 1,4 миллиарда составил в рынке по сентябрю месяцу. Спасибо. Да, пожалуйста. Еще, что хочу сказать, что, в принципе, вот, как мы просчитывали, что другий човен, мы, что, рассчитываем на это вогиле, которое у нас должно быть на складах. То есть, те цифры, которые я называю, которые у нас там должны быть, например, на 1 сентября. И на 1 сентября, там, по тему, в Олигирский тест, необходимо там 328 тысяч тонн. Если 228 тысяч тонн, это 100 тысяч тонн. Это тоже находление грошей, которые можно потом покласти на ту самую лодку. Понимаете? Ну, и так же нам сегодня накопичение мазута. Мазут мы должны сегодня иметь на час проходжения ОЗП, по-моему, десь близко 18,9 тысяч тонн мазута. Это тоже те деньги, которые можно было бы, например, чуть меньше, но можно было бы их сюда отдать. Но мы выполняем наказы, поэтому мы будем накопичивать, соответственно, до вымог наказа Минэнерговугиля, что мазута, так и вугиля. Тому такая вот ситуация подробно. Абсолютно понятно. Две стороны одной медали. То есть, с одной стороны, вы накапливаете уголь, с другой стороны, этот уголь лежит на складе и не сжигает, соответственно, не вырабатывается электроэнергия, вами не зарабатывается деньги. Раз они не будут заработаны, у вас их не будет на следующую лодку. Спасибо. И следующее слово, вот Михаил Волонец просит сразу, поскольку угольная тема, это его родное. Пожалуйста. Да, я благодарен организаторам этого круглого стола, но для того, чтобы мы могли дать обществу и журналистам четкую, ясную информацию, нам часа не хватит. Нам надо три часа для того, чтобы ответить на все вопросы. И вот смотрите, мы говорим об угле, но мы не имеем сегодня возможности сказать о том, что приток воды в реках в Днестре и в Днепре уменьшилось на данный период, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, от трех до пяти раз. Мы не имеем сейчас резервных мощностей для маневра. Второе. Мы не говорим о том, что на полтора миллиарда кубических метров газа меньше сейчас в подземных хранилищах, чем в прошлом году. Это все отразится на том, как мы живем зиму. Мы сегодня ни слова не сказали о том, что Министерством энергетики, как и органами власти проигнорировано это мероприятие, нашелся какой-то предлог. Но давайте вспомним другие круглые столы, брифинги, когда ни министр не приходит, ни первый зам, отвечающий за уголь, тоже не приходит. И они не дают объективную реальную информацию. Государственные шахты, как они работают? 35 шахт добывают 15 тысяч тонн горной массы, не угля, горной массы. Часть этого угля остается на складах. И что мы имеем на складах тепловых электростанций? Согласно статистике, мы имеем 1 миллион 720 тысяч тонн угля. Но надо учесть, что там есть приписки, надо учесть, что там часть некачественного угля. Надо учесть, что газовый уголь имеет свойство терять свои качества. Было очень жаркое лето, он окисляется, калорийность будет уменьшаться. Поэтому все эти моменты надо проговаривать. Потом мы говорим о том, что давайте завезем уголь из Южноафриканской республики по цене 65 долларов. Но мы стесняемся сказать, сколько это в гривнах, чтобы сопоставить цену на украинский уголь в гривнах и на иностранный раз. И надо же сказать четко, что 5500 килокалорий теплотворность Южноафриканского угля – это низкая теплотворность. Это низкая для наших тепловых электростанций, что надо для подсветки будет использовать дорогой импортный мазут и газ. И за все это заплатят потребители, предприятия украинские, и заплатят в первую очередь население. О чем мы должны тоже особенно подчеркивать и говорить людям, какая есть ситуация. Мы не говорим о том, что отвлекаются средства, которые предназначены для успешной работы топливно-аркетического комплекса. Давайте вспомним, когда компании «Уголь Украины» были направлены 240 миллионов гривен в проблемный банк «Киевская Русь». Что, кто-нибудь сел в тюрьму? Кто-нибудь ответил за это? Это около 70% месячного фонда зарплаты шахтеров. И поэтому постоянно растет социальная напряженность, зарплата не выплачивается. Шахты стоят, они просто стоят. Но мы говорим о тепловых электростанциях. Есть еще ТЭЦы, станции, которые вырабатывают не только тепло, они вырабатывают также электроэнергию. Мы даже сегодня не заикнулись, а сколько запасов там. Мы не говорим о том, что уголь нужен железной дороге, уголь нужен для коммунальных котелин и уголь нужен для населения. Даже в шахтерских регионах не выделяют уголь для бытового отопления. В основном шахтерские города, они не газифицированы. Они испокон веков отапливались углем для бытового потребления. Этот уголь не вывозится. Придет зима, и мы окажемся в очень сложном положении. Мы должны найти время говорить о том, как мы будем выходить из этой аварийной ситуации. И следующий момент. Россия сейчас прокладывает кабель по дну Керченского пролива. Если они это успеют сделать к ноябрю месяцу, при первых морозах они начнут нас дрессировать. Но при сильных морозах они прекратят нам поставку газа, электроэнергии, угля, мазута, всего. И мы, возможно, будем на коленях ползти к России, к Путину и просить, дайте газ, дайте другое. Кто за это будет отвечать? Есть власть или нет? Есть государственные мужи или нет? Они понимают реальную ситуацию и сложность положения или нет? Они понимают, что люди не выдержат, что социальное напряжение не только возникнет в шахтерских коллективах, которые вовремя не получают зарплату. Сейчас задолженность по зарплате на государственных шахтах составляет 700 миллионов гривен. Это два месячных фонда зарплаты. А есть такие коллективы, когда еще за прошлый год не выплатили зарплату. Как на шахте Южно-Донбасская третья и так далее. Мы имеем ситуацию. Я смотрю, губернатор Донецкой области, спасибо, дал информацию нам о том, что будут создаваться угольные холдинги. Я так предполагаю, что из государственных шахт один холдинг будет создан. Но я член коллегии министерства, я об этом не знаю, эту информацию не получаю от министерства. Я председатель отраслевого профсоюза, подписант отраслевого соглашения. Есть социальный диалог в стране или нет? Его просто нет. Вот это все создаст очень сложную ситуацию. И надо учесть, что актеры не выдержат, они будут бастовать. Вот давайте посмотрим три последних стихийных запастовки в селе Дову Глеб государственное предприятие. Донецкая область. Где-то профсоюзы чуть-чуть вовремя не повернулись. Стихийно начали забастовки. И представители радикальных организаций возглавили эти забастовки. В другом случае жены шахтеров не пустили шахтеров на работу. Потому что им надо кормить детей. Они более ответственны перед своими семьями, чем мужики, которые отработали и не принесли домой зарплату. Не по своей вине, а потому что им эту зарплату не выплатили. Вот это целый узел проблем, которые сегодня существуют. Их надо обсуждать более продолжительно. Потому что я даже не успеваю сказать десятой части того, что хотел сказать. Я модераторам был предупрежден, чтобы не перебирал время. Но стараюсь как-то вложить. К сожалению, у нас сегодня тематика угольной генерации. Уголь – это еще одна тема, к которой мы будем возвращаться. Цикл не заканчивается сегодня. Я как профсоюзник должен акцентировать внимание на невыплате зарплаты. Должен акцентировать внимание на развале государственных предприятий. Придет зима. И их восстановить просто будет невозможно. И дальше, то, что вовремя энергорынок не рассчитывается с тепловыми генерациями, это приводит к тому, что в Доброполе угле, например, очень серьезное напряжение возникло. Есть падение добычи угля. И ведутся постоянные переговоры с профсоюзом. Там хотя бы есть социальный диалог. Хотя бы ежедневно, в течение месяца ведутся переговоры. И профсоюзы не соглашаются с намерениями компании существенно сократить возможности перспективного развития угольных предприятий в Добропольском районе Донецкой области. И компания не имеет средств в связи с тем, что ей задолжали 8,5 миллиардов гривен с энергорынка. И в связи с тем, что им понизили тарифы. Мне непонятно, почему уголь, электроэнергию, которая покупается в России по 7,8 центов за киловатт в аварийном режиме, это в два раза выше, чем тариф для наших тепловых электростанций, с которыми еще не рассчитывается. Мы об этом должны говорить. Если эту информацию люди не будут получать, они будут получать неправдивную информацию Демчишина, который сегодня заявляет, что уже около 2 миллионов тонн угля на складах. Пусть покажет, где. Пусть он скажет по конкретной станции, где, сколько угля и каких марок. И тогда мы будем понимать. Эту ситуацию нужно оговаривать, опять же, начав или продолжив такой диалог с профильным министерством, с представителями правительства, но не сегодня. Есть какое-то замечание у Центра Энерго? Я понимаю, что говорит пан Волонец, он говорит о том, что вугилье Певденно-Африканской Республики 5,5% нижняя теплотворная здатность, что для наших котловых электростанций оно, как бы, не проектное. Что я хочу сказать. От проектным паливом есть паливо, которое соответствует тей марци вугилье, которое должно спаливать в котловых электростанций данного котлового электростанций. Для котловых электростанций из МИИСКО и ТРИПИСКОЙ ИТЕС проектным паливом есть вугилья марки А и марки П. Отправда к нашему ДСТУ 3472, марка П – это вугилья с выходом литких речевин до 18% на сухий беззольный стан. Что такое 5,5%? Это паливо погрешеною качество. На сегодняшний день в компании «Центр Энерго» разработаны режимные карты в соответствии с правил технической эксплуатации электростанций и мереж. Есть такой пункт 8.3.50. Мы разработали режимные карты. Мы готовы к спаливанию этого вугиля. Почему мы готовы? Я полностью поддерживаю вас, пане Волонец, вы правильно говорите, что это вугилья дешевше за то. Но вы в цифрах сейчас вдумайтесь. При плане, что подписано в «Центр Энерго» 9,5 млн тонн, за 8 месяцев факт 1,5 млн тонн близко. Хибо мы можем сейчас надеяться на это вугилья, не рассматривая дальше вугилья из ПСР? Кто мне сегодня может гарантировать поставить вугилья из этой зоны? Да, я понимаю, что оно дешевше. Я понимаю, что оно рассматриваю на наши котлы и регаты. Потому что это было предназначено проектом, и это все понятно. Еще проект был в 60-х, 70-х годах. Но сегодня как выйти из ситуации? Так вот «Центр Энерго» виходит наступным чином. Розробляет режимные карты, соответственно, до правил техничної эксплуатации. И готовится до спаливания этого вугиля без подсвечивания. Без подсвечивания. Для этого уже разработаны режимные карты. Они есть. И на Змьевский, и на Трипильский ТЕС. Мы готовы до такого спаливания. Нас сегодня машинники получают инструктажей. Иде навчание персонала. Нам нужно паливо. Нам его нужно. 5% для нас приемного палива, чтобы мы его спалили. Для нас самая основная марочная належность этого палива. Чтобы мы не получили там жирное паливо. Ну, вы понимаете, марку с выходом летких речевин, которые будут перевищивать 18%. Оце паливо просто поедет назад. Воно прийматься на электростанции не будет. Это вимушенный крок сегодня для нас. И я понимаю. Я не звинувачиваю Центр Энерго. Вы делаете все возможное для того, чтобы как-то закрить дырки. Но я хочу сказать, что политику має будувати держава. Для этого есть специальное министерство. Палово-энергетики. Для этого есть министр, который является членом Кабинета Министров. И мы даже словом не сказали про формирование балансов энергоносеев и балансов вугиля по маркам. А даже слова никто не сказал, потому что так не принято в нас в публичной стороне говорится, что про аварийную ситуацию и что наши котли не подготовлены до зимы. Для этого не выделялись деньги. И наступное. Ни словом никто ни разу не говорил про тих вибухов, которые происходят в нас в котлах тепловых электростанций. Никто не говорит, потому что все знают, что такое бодяжить бензин. Он стаёт неякосным, и мы несём финансовые втрати, и потом ремонты дорогие, и всё інше. Так же, для того, чтобы выйти из становища, какого-то бодяжать вугиля. Додают какую-то там фракцию из шламов отстойников, мелкую фракцию, до вугиля марки А и марки П, пісного и антрацитов. И вологу там сменяют. Наши умильцы пытаются выйти из этого становища. Но когда полихнет по-серьёзному, то, не дай Боже, люди постраждают. Кто за это будет отвечать? Будут отвечать, в первую очередь, специалисты, которые были вимушены это делать. Но, опять же, не тот же самый министр. И мы должны передать общество, что такая проблема тоже существует. Что, если не подготовили тепловые электростанции, то не будет маневру у години пік. А это, как раз, когда работают предприятия с 11.00 дня, десь до 22.00 вечера. Мы про это маем постоянно говорить. Я предлагаю все-таки дать слово нашим экспертам. Я техническую подготовку. Значит, еще раз запевняю вас, что по центру энергокомпании то, что заплановано, наказом 920, подписанным министром, у нас выполняется в запланованных обсягах. Я говорю про то, что мы будем подготовлены. У нас сегодня проблема одна. Нам нет, что кинути в жернова. У нас будет подготовлено обладнание. По Воливичьему телом вы видите, что И в corridаете, здесь 3 энергоблока. Сейчас первый энергоблок находится в поточном ремонте. Мы его отремотуем, он будет в строю. По Змеченому телом, сегодня два энергооблока, 3, находится в ремонте, он будет в строю. По трипильским телом, у нас сегодня два энергоблока в ремонте. И все мы ремонasilим. Мы ремонasilим, ремонasilим, ремонasilим. Мы готовы. И технично готовы. Нам дайте сегодня, все должныcraczyть одно. каким образом нам нужно обеспечить паливо. Вот и все. Вот и все. Если бы нам сегодня ехало паливо из оккупированной территории, то, что я назвал цифрой, не было бы никаких проблем. Жидких. Мы бы заработали деньги, мы бы еще, пане Волонец, еще лучше бы сделали ремонт. Мы бы имели больше этих денег. Но мы сегодня делаем ремонты тому обладнанию, которое мы вважаем, что оно будет зимой работать. Из Министерства ТС-5 и 6 есть теплофикационные блоки, им делается ремонт в полном обществе для того, чтобы обеспечить теплопостачание города Комсомольска. Мы занимаемся этим, поверьте мне, технично готовимся до того. Да, обладнание наше старое, но мы что можем, это делаем. Я специально справку подготовил по этому, я могу вам ее потом передать. Мы готовим, мы делаем это. Поверьте, делается все возможное, чтобы технично наша компания «Центр Энерго» была подготовлена до проходения зими. Спасибо. У нас присутствует вице-президент Украинской энергетической асоциации Александр Рогозин. Александр Ильич, пожалуйста, Ваше слово. Доброго дня всем. Ну, я стислий взагалі, бо тут была конкретика по компаниях. Я, звичайно, не буду її знов ці ж цифри нагадувати. Я хочу ще лише деяку інформацію нагадати вам. Це, по-перше, все ж таки, що було зроблено за оті півтора місяця. Це от той наказ, який вийшов 1 вересня і який затвердив обсяги палива, в тому числі, вугілля і мазуту на складах на 1 жовтня. І, як вже було сказано, це майже 2,8 мільйона тонн має бути на 1 жовтня і 62 тисячі тонн мазуту. Далі. Дійсно, відповідно до розпорядження 765 енерго-ринок, відкрита там кредитна лінія в обсязі 2 мільярди гривень. Мільярд вже взята з цієї кредитної лінії. І мільярд буде, другий мільярд буде залучено наприкінці вересня і в жовтні. І дійсно, це гарна новина, що все ж таки зараз відбувається вивіз вугілля зони АТО в обсязі приблизно 650 тисяч тонн на місяць. Ще все ж таки добра новина, що в серпні більшість генеруючих кампаній перестали бути збитковими. Бо до цього вони були збитковими аж з 4-го квартала минулого року. І по балансу, який зараз, як було сказано, не затверджений, але є наявності, який його драфт, відповідно до цього балансу, вони мають бути беззбитковими і до кінця року. Хоча збитки першого півріччя очікуються, що погашений не буде. Тепер щодо перспективи. Звичайно, 2,8 млн тонн накопичити на 1 жовтня неможливо, і це було очевидно з самого початку, з початку підписання наказу. До речі, на 1 жовтня найменші запаси вугілля складали десь 2,3 млн тонн. Це було в 7-8 роках. А так, завжди це було приблизно від 2,8 млн тонн до 4 і більше млн тонн. Але при цьому у нас були зими і неоподинокі випадки, коли за місяць ми спрацювали до 1 млн тонн зі складів. І це було, звичайно, при інших обсягах споживання, але і за налагоджених схем постачання, там, видобутку вугілля. Тепер щодо питання є, повісться, щодо вивезу вугілля з зони АТО. На мою думку, це, звичайно, ніякий не злочин, не примха і навіть не економічна децільність. Це просто умова виживання енергосистеми, бо в таких обсягах замістити вугілля імпортом, це неможливо. Це вже не зглядаючи на ризики, це просто дивлячись на обмеження інфраструктурні. Щодо ремонтної кампанії. Дійсно, ремонтна кампанія йде по графіку. Внаслідок напруженого балансу, серпні-вересні, були витарбовані всі блоки, що працюють на газовому вугіллі, і тому там їх ремонти близько восьми блоків були ссунуті. І є певний ризик, що і ці ремонти будуть трошки обмежені, бо вже аж починається менше, ніж за місяць ОЗП. Таким чином, аварійність енергоблоків ТЕЗ Зинку, скоріше, буде всього підвищення. І перш за все по енергоблоках, які працюють на газових марках вугілля. До речі, за 8 місяців цього року аварійність приблизно на рівні минулого року. Але треба врахувати, що, по-перше, по антрацитових станціях всюди аварійність знизилась, бо вони не працювали в цьому році. А по станціях, які працюють на газовому вугіллі, по більшості станцій все-таки аварійність зросла, оскільки ремонти були обмежені. Раз. По-друге, все обладнання було залучене не те, як завжди, бо ніколи не працювало на Ладижинський тест, там 4 і більше блоки. Тобто, там деякі є блоки, які не пройшли, ані реконструкцію, був давно вже капітальний ремонт. А вони зараз не тільки мусять працювати, але й мушать іще маневрувати, бо такі вимоги до режиму енергосистеми. І, до речі, треба врахувати, що аварійність по статистиці така ж сама, а все ж таки виробіток є нижчим на 30% теплової генерації, ніж за цей же період минулого року. Тобто, питома аварійність все ж таки зросла в цілому. І, звичайно, що навіть за фінансування, яке покращилось, можна вважати, з вересня, наздогнати ці ремонти вже неможливо, бо ОЗП вже починається. ЗМІ вже пройшла, і, мабуть, ви всі чули радісну новину про те, що очікується тепла зима, гідрометцентр повідомив. Ну, і, дійсно, може, Господь на нас зглянеться, але він допомагає тим, хто сам собі допомагає, і це, я думаю, все ж таки не для нас. От, за мою думкою, все ж таки, рішення оцих важливих питань, всіх принципових, воно було відкладення на саме останній час, і досвід був забути минулого, і ризики проігнорованого, і зараз і керівництво Вищої країни, і суспільство заспаковується, що все під контролем, все йде по плану. Я заповняю вас, що дійсно, компанії все роблять, що можуть, в тих межах, в яких вони можуть. Але, все ж таки, спокою у фахівців, жодного фахівця, з яким я спілкувався, тому ті, які зараз працюють, спокою немає, а навпаки. І, до речі, які ми обґрунтування в цьому такій політиці з накопиченням палива чули, точніше, я читав в інтернеті. Були такі тези, не треба відволікати обігові кошті, треба накопичувати серпні-вересні, газову вугілля не треба накопичувати, бо вони горять на складі, і взагалі, що енергатам у нас забезпечать проходження зиму без форс-мажору. От це, що я згадав. От декілька слів по кожній з цих тез. Щодо відволікання обігових коштів на накопичення вугілля. Дійсно, для накопичення вугілля треба кошти, і зазвичай це залучаються кредитні кошти, які потрібно обслуговувати, але ж це плата за спокій. Тобто, за зниження ризиків логістичних інфраструктурних обмежень, диктату цін постачальників, ризиків валютних та інших. Ці ж ризики ніхто не оцінював, як їх можна було проігнорувати. Щодо вугілля, яке горить на складах. За неправильного зберігання горить і зерно, і картопля. Але ж відповідні запаси, звичайно, створюють, бо існує технологія зберігання. До речі, по вугіллю технологія зберігання передбачає, за керма, ущільнення штабелів. І є, до речі, технологія зберігання секторами, яка дозволяє навіть при нарощуванні і певнім нарощуванні складу все ж таки забезпечити ротацію вугілля. Оскільки дійсно при тривалому зберіганні вугілля втрачає калорійність. За 6 місяців зберігання, якщо не помиляюсь, газового вугілля втрачає десь близько 7% своєї калорійності. Це відповідно до галузевого нормативного документа. Але разом з тим, цим же нормативним документом, там сказано, що навіть найбільше реактивне вугілля, це газовий хмарок четвертої групи так званої, воно, якщо знаходиться в ущільнених штабелях 100 тисяч і більше тонн, воно може зберігатися рік-два. Прямо написано в нормативному документі. Тобто це не є підстава для того, щоб не створювати запаси. До речі, у нас на перше квітня були звичайні склади і мільйон тонн газового вугілля на складах, а один рік, позаминулий рік, було 2,5 мільйона тонн. І, до речі, завдяки тому запасу 4 і більше мільйона тонн, який у нас був на початок минулого року, якщо б не було б, як би ми пройшли в ту минулу зиму. Щодо забезпечення проходження зими на енергеатам. Так, дякуючи професіоналізму енергетиків компанії, ми сподіваємось на її надійну і безаварійну роботу цієї зими. Тим більше, звичайно, на зараз при такому балансі 55% усього відпуску в мережу здійснює дійсно енергоатам. Але не єдину атомною генерацією забезпечується баланс, і я думаю, що цього року будь-яка генерація і будь-який блок, у якого буде паливо, буде витрабано і необхідно. І навіть найдорожча зелена енергетика, мабуть, за наявності дефіциту палива і робочої потужності, і по факту вона забезпечить роботу якихсь споживачів, а не їх відключення. І стане зрозуміло, до речі, що розвиток зеленої енергетики – це не примха, це не просто наше зобов'язання перед енергетичним співтовариством, а все ж таки реальний вклад в посилення енергетичної безпеки України. І то, як ми пройдемо зиму. Я думаю, що дійсно за теплої зими, за безаварійної роботи енергоблоки ФС, за відсутності зриву поставок вугілля із зони АТО та закордону, і ще за збереження відновленої схеми видачі потужності лінії електропередачі, особливо тих, що знаходяться на межах лінії АТО, тоді, може, зиму пройдемо без катастрофи. Але обмеження споживащів будуть, бо і будуть якісь там аварійні зупинки блоків, і буде тимчасове зниження температури, тощо. Але ж все ж таки ви бачите, що дуже багато умов і дуже великі ризики, що щось піде іншим шляхом. І вже докорінно тут нема нічого зробити. І, на мою думку, ще існує один ризик. Якщо нам знов повезе, і ми не зробимо висновки, якщо зима пройде більш-менш нормально, тоді є ризик, що взагалі підготовка до зими, новим менеджментом галузі буде вважатися так, як взагалі якась маячна старих кадрів. І це призведе до того, що нове випробування долі вже наступної зими і буде ще катастрофічніше за своїми наслідками. Дякую. Маленька репліка. Я дам слово Алексею Чернявському, ще одному експерту в топливно-энеретичному комплексі України. Пусть він вискажет свою мисль. І у нас є представітель «Укрзалізниці». У нас теж є вопрос з обеспеченням роботи цим підприємам поставок угля, який теж потрібно осветити. Пожалуйста. Я кратко вискажу свою мисль. Возвращаясь к теме круглого стола сегодня обеспечення угля теплових електростанцій, выслушав мнение представителей разных центров енерога компаний «ДТЕК», мне кажется, що все средства хороши. То есть, безусловно, приоритетно – це ввоз угля із зони АТО, це більш дешевий варіант, це український вигляд. Диверсификація поставки із ЮАР, із В'єтнаму, Австралиї і т.д. Це абсолютно нормальний варіант. Т.е. ми должны обеспечити углем із всіх істочників, відкуди вгодно. Прежде всего, мені здається, є созданий кризисний штаб, в який входить, і додожні входити, якщо не входять, а представители компаний, представители міністерства, представители Залізнетсі, представители СБУ, МВД, і т.д. і т.д., які должны рассматривати всі риски, всі возможні варіанты, обеспечення із тих і інших істочників топлива. Все, спасибо. Штаб є, і план роботи є, але, к сожалению, на сьогоднішній день, ми видим по інформацію, що цей план не виконяється. Т.е. не только компании должны говорити в пустоту, міністерство не слышит, делает своє, т.е. должны совместно решати все проблеми. К сожалению, це так. Інергетичний форум важняє цих проблем, наверное. Я передам слово Івану Ходів. Пожалуйста, спикери говорили о том, що все-таки ваша компания обеспечиває і робить все возможне для того, щоб уголь попав на електростанцію. Я дуже внимателно смотрел «Круглый стол», который проводило Министерство інфраструктуры, де участвували і исполняючі об'язанності директора «Укрзалізниці». І действительно, із того сказаного, ну це було, наверное, місяць назад, дуже багато зроблено. Але є речі, які на сьогоднішній день виконують опасення. Вот, пожалуйста, прокомментируйте те ожидання, які висказані енергетиками, експертами, і як ваше предприємство в перспективі обеспечить доставку гуля на електростанцію. Спасибо, добрий день. Я сразу хотів би сказати по поводу антикризисного штабу. Він є, він работает, і сьогодні в 11 часів в наших стінах «Укрзалізниці» відбувається очередне совіщання. Його можна критикувати, але якщо б його не було, і якщо б він не проводив роботу, то такої перевозки, в тому числі угля, зараз би не осуществлялося. Він свою роботу роботи. Я теж участвував в нескаких совіщаннях антикризисного штаба, я вижу, после каждого совіщання, а возглавляє його перший замінистра, министр топлива і енергетики, де участвують представники не тільки специалістів, як і этого міністерства, міністерства інфраструктури, але тих контролюючих органів, які осуществляють свою роботу вокруг зоны АТО. Такої перевозки б не було. Тому штаб роботає і робота йдет. Як йдет, можу сказати. Буду говорити за сентябрю, за 21 дні сентября. Ми роботаємо по планам, які получаємо від від правителів. І от планов у нас с нарастаючим получается 3 мільйона 160 тисяч тонн. Перевезли ми 3,5 мільйона. Т.е. 12% чуть вище плана. В основному у нас ідут поставки, якщо подивитися на дорожну географію, це с території Донецько-Луганської області, це Донецька железна дорога, Днепропетровська область, Приднепровська железна дорога, Львівська дорога, це у нас захід вугілля, ну і, естественно, імпортний уголь, як через порты, так і через сухопутні переходи, в основному з Росії. По Приднепровській дорогі ми вже відгрузили 1 мільйон 97 тисяч тонн, теж 10% більше, вище плана. С Донецької дороги при плані 2 мільйона, 2 мільйона 300 на 15% вище плана. Хуже по Львівській дорогі. Здесь план 136 тисяч, а отгрузили всего лишь 108 тисяч 80% к плану. Ну, ми ж дорожники, ми не знаємо істинні причини, ми знаємо, що заявки нам на запланировані об'єму перевозок не даються. В основному це зв'язано з ЦОВ «Червоноград» вугілля. Можливо, спеціалісти подскажуть, почему. Ну, підтверджую, що з одеських портов сейчас, хоч іде відгрузка угля, але це не енергетичний уголь, він йде на металургічні комбинати. З Росії 453 тисячі тонн, але практично нічого, це не енергетика, всього лише 5 тисяч тонн енергетики, яке пошло на ТЦІ небольших предприятий. Много ли это или мало? Якщо сравнить с прошлым годом, то рост практически в полтора раза, на 66% выше прошлого года. Но не стоит обольщаться. С августа прошлого года, в связи с активизацией военных действий, наблюдалось значительное снижение перевозок угля железнодорожным транспортом. То есть оно начало падать. Поэтому сейчас перевозка осуществляется, но говорить о том, что прекрасно и хорошо, нет. Теперь по проблемам. Да, действительно, предыдущими спикерами говорилось о том, что железная дорога сейчас перевозит, ну, в первую очередь, зону АТО по железнодорожным ходам, которые не свойственны ей. Основной ход, который перевозит, ну, Донецкая железнодорога, она очень развитая была, она была электрифицированная, но после, с начала боевых действий в прошлом году, как раз именно железнодорожная инфраструктура в первую очередь была подвержена уничтожением, предварительному уничтожению, ну, намеренному уничтожению. К сожалению, основной ход, который идет через Авдеевку, дальше на Красноармейский Чаплино, до сих пор не восстановлен. Он проходит около Донецкого аэропорта, вы знаете, там до недавнего времени до сих пор очень напряженная обстановка, и поэтому нам просто туда не подпускают наших работников для восстановления инфраструктуры и соображений безопасности. Мы вынуждены ввести запасными ходами, слава Богу, Донецкий регион очень развитый, в том числе и железнодорожная сеть, если бы этого не было, мы просто бы остановились. Везем по однопутным перегонам, которые сейчас тепловозные ходы, для этого мы стянули все тепловозы практически, которые у нас были, с разных железных дорог. Сейчас их будет больше, после того, как будет снижение пассажирских перевозок, связанное с сезоном. Но ограничено это все-таки будет двумя проблемами. Первая проблема – это пропускная способность этих участков, куда меньше, чем главный ход, потому что это, во-первых, однопутные перегоны, а во-вторых, по некоторым ходам мы осуществляем перевозки только в дневное время, опять же, не с нами это связано. Из-за этого пропускная способность в два раза снижается. Вторая проблема, она сегодня озвучена, на неподконтрольную территорию для Донецкой дороги мы не имеем права поставлять ни дизельное топливо, ни запасные части, в первую очередь, конечно же, для локомотивов. Мы обращались к тем центральным органам, которые разрешают, либо не разрешают поставку. К сожалению, пока реакция не получена, мы до сих пор не имеем права туда поставлять, в первую очередь, дизельное топливо. Временный выход из ситуации мы пытаемся находить. К примеру, заправка таких тепловозов мы осуществляем на подконтрольной территории, но этого достаточно взять уголь только с ближайших железнодорожных станций, для того, чтобы зайти вглубь Донецкой дороги, на неподконтрольную территорию. Это не выход из ситуации. Нам помогают предприятия, которые осуществляют отгрузку снабжением дизельного топлива, поставкой запасных частей, но это не выход из ситуации для того, чтобы увеличивать перевозки в дальнейшем угля с неподконтрольной территории. Сейчас ситуация по перевозкам улучшилась, но все очень и очень критично. Буквально достаточно одного артобстрела или подрыва, и мы на несколько дней остановимся и прекратим перевозки. Поэтому мы очень зависим от затищего того боевых действий, в первую очередь, железнодорожной инфраструктуры. Спасибо большое. Есть ли у наших уважаемых спикеров еще дополнения, замечания к сказанным вопросам друг к другу? Пожалуйста. Молонец, председатель независимого процесса границей Украины. Вот мы говорим о том, что мы должны купить уголь за рубежом, мы должны купить уголь наших производителей угля, шахтеров. Но для того, чтобы купить уголь, нужны деньги. Население сможет оплатить повышенные тарифы за электроэнергию и коммунальные платежи. Здесь есть первый вопрос. И второй вопрос. Министерство энергетики и угля рассчитывает, что потребление электроэнергии значительно уменьшится за счет того, что у нас проседает, проваливается экономика. Но в связи с веерными отключениями, которые неизбежно произойдут, и на которые по какой-то причине не сказали другие эксперты, действительно будут останавливаться предприятия. По цепочке. И товары, продукты первой необходимости, которые будут необходимы для населения, они не смогут быть произведены для потребления на внутреннем рынке, потому что такие предприятия будут останавливаться. Я на это хотел тоже обратить внимание. Продолжение следует... Это должно быть в приоритете. Для того, чтобы пройти зиму, мы должны быть уверены, что мы будем стоять в черзе першими. Вот, например, если на этом перегоне, где нам сегодня нужно хотя бы одну пару получать Синтяновка-Шепетиловка через Радаково, что нам готово луганск вугилля завозить вугилля, а мы не можем звезти получить вагоны, то я бы просил вас все-таки нам допомогти в цьому вопросу, чтобы мы адресно получали эти вагоны, чтобы это было адресно. Ну, например, там Центр Энерго, Донбасс Энерго, ДТЭК, чтобы это были адресные поставки, и в первую очередь рассматривалось вопрос о поставке военно-продукции сегодня. Дякую. Я думаю, вас услышал представитель антикризисного штаба Укрзалезницы. И если у вас нет вопросов друг к другу, я предлагаю перейти к вопросам из зала. Есть ли у присутствующих журналистов вопросы? Просьба, представляйтесь, адресуйте вопрос и его формулируйте. Виталий Книжанский, газета «День». У меня тоже вопрос к представителю Залезницы. Украина ввела санкции против России, в том числе по железнодорожному сообщению. Как это скажется на поставках угля, поскольку Россия уже предупредила, что будут проблемы с вагонами и с подвижным составом. Спасибо. Давайте я прокомментирую. Да, Украина ввела санкции. Сегодня они были опубликованы. Мы соответствующим образом отреагировали. Мы ввели конвенционное ограничение, запрет в связи с этими санкциями. Но санкции касаются двух компаний. Первая грузовая компания, российская компания, и первая грузовая компания в Украине, которая является резидентом Украины. Да, у нее большой ПГК, которая российская, большая доля подвижного состава, но далеко не единственная. А первая грузовая компания в Украине, она имеет на балансе всего лишь 500 вагонов. Она для Украины не критична будет. Да, 500 вагонов это тоже 10 составов, но критично не будет. Поэтому мы считаем, если Россия не будет вводить соответствующих контрсанкций, как прямым образом, так и косвенным, то это никак не скажется на перевозке железнодорожной, если, конечно, не будут расширяться такие санкции. Спасибо еще. Можно я прокомментирую здесь по поводу санкций, по поводу компаний ПГК? Ну, две вещи. В настоящий момент вагонов катастрофически не хватает. Полу вагонов, те, которые используются для перевозки угля. Другие типы вагонов просто не предназначены для перевозки. Они там и вагонопрокиды их не перевернут, либо если перевернут, то они сложатся, потому что ребра жесткости не так сделаны. Ну, так далее. То есть там хапры, рудовозы, катышевозы ты не можешь использовать для того, чтобы возить уголь. Поэтому каждый вагон на счету. Оборачиваем сейчас резко, на дороге упало. Если раньше у нас оборачиваемость вагонов была в среднем, по нашим маршрутам, 6-7 дней, то до недавнего времени было 14 дней. Это вот на ровно два раза нужно увеличить количество вагонов. Только сейчас на колесах стоит у нас 210 тысяч тонн. То есть это, по сути, 210 тысяч тонн угля загружено в вагоны и едет на станции. Хотя в хорошее время это было 70 тысяч тонн, 60 тысяч тонн. То есть это вот в три раза у нас увеличилось количество вагонов. По поводу парка ПГК, я считаю, что это совершенно необоснованное решение. Потому что если смотреть только на украинскую дочку ПГК, это 500 вагонов. Но если посмотреть, сколько заходит вагонов ПГК России в Украину, это 5 тысяч вагонов. Это прежде всего металлурги. Сегодня УЗЭ ввело логистический контроль, запрет на эти вагоны. Что это означает? Это означает, что те вагоны, которые используются для перевозки металлургов, ПГК, они останавливаются. Ну или будут выводиться за адресовка в Россию. И дефицит 5000 полувагонов, который образуются, должен быть чем-то заполнен. У нас сейчас в Украине нет, я подчеркиваю, нет свободных полувагонов для того, чтобы покрыть дефицит, который образуется с сегодняшнего дня. Это означает, что с завтрашнего дня все угольщики резко почувствуют дефицит вагонов. Почему? Потому что рентабельность перевозки в металлургии гораздо выше. И мы вот завтра, по большому счету, тот объем отгрузок, который у нас есть, мы по большому счету провалим. То есть мы собственными руками просто пилим сук, на котором мы сидим. Люди поехали, все представители компании логистической, поехали в Россию, чтобы взять оттуда вагоны, сюда привезти. Потому что в России около 500 тысяч вагонов, которые можно взять. Сидят в Москве для того, чтобы вагоны в Украину привезти, чтобы в уголь перевозить. И тут же мы получаем санкции на 5000 полувагонов, которые уходят из страны. Ну, глупость несу свет, на другого я сказать не могу. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Скажите, сколько сейчас переходов работает... Представьтесь и адресуйте вопрос. Игорь Москалевич, в середине недели вопрос. Скажите, сколько сейчас переходов работает... Что будет, если выходит на переход, на сколько вы можете преодолевать... Меня не мечтают сейчас. Опять же вопрос по полувагону. Сколько сейчас есть... По порядку отвечу, да? Переходы у нас сейчас... Ну, вы знаете, что вообще пересечение неподконтрольной территории осуществляется в соответствии с временным порядком, который был введен руководителем ЭТЦ. 415-12-6, если не ошибаюсь, да, так и есть. Вот им определены эти переходы. Всего их получается три. Ну, четвертый есть, но он временно не работает. Это по переходу Донецк-Волновах, а там тоже разрушен перегон Еленовка-Южнодонбасская. А сейчас есть три перехода. Родакова-Красный лиман, Ясиноватая-Красный лиман и Родакова-Светланова. Это все однопутные переходы, их пропускная способность расчетная. 35 пар поездов в сутки. 35 поездов в одно направление, 35 в другое. Фактически осуществляется сейчас, вот за вчерашний день было 22 поезда. Ну, то есть в районе 21-22 поездов ежедневно через эти переходы проходят поезда. Естественно, первое – это проверки. Второе – это работа переходов не круглосуточно, как я говорил. Вот смотрите, скотоватое, ясиноватое – с 6 до 21. Артемовск, второе, Никитовка – с 8 до 18. Ну, однопутный переход по опасной роте работает круглосуточно, но небольшое количество поездов, 7 поездов всего лишь осуществляется. Можно пополнить, дополнить здесь для полноты, я как-то слышу, информация не совсем соответствует действительности, это важно понимать. Никитовка-Майорск, это вот Артемовск-2, там двухпутный перегон, восстановили еще 2 недели. Два пути в одну и другую сторону. Основная проблема сейчас, пропускная способность, там 3 пары в сутки, можно 6 тащить. Почему нет заправленных локомотивов? Я отремонтирую локомотив, банально и просто. Ясиноватое – скотоватое, двухпутный перегон. Работает только один электрифицированный путь, второй не работает, хотя он проездной. Почему? Потому что нет заправленных локомотивов. Синтяновка-Шипилова, 8 пар поездов пропускная способность, в реальности 4-5. Почему? Потому что нет заправленных локомотивов, которые могут тащить. Поэтому, если мы говорим о том, на какой, если узкое место пропускной способности, я вас уверяю, пропускная способность, физическое пересечение границы, она отсутствует. То есть, ограничений нет, мы можем в 2 раза больше вывозить. Поставьте локомотив, заправьте дистопливом, и вы будете и подтаскиваете на дороге к зоне границы больше вагонов. Вы будете вывозить, вот, условно, 700 вывезли, или 650 в августе, умножить это на 2. А если отремонтируются сейчас южно-донбасские роты, вот то, что в Волновах, от Донецка, то, что говорили, а там буквально нужно засыпать один мост, положить трубу, это там 2 недели, как бы, поедет, как бы, то вы получаете еще плюс, порожние вагоны заходят. Авдеевка есть инноватая, то, что, вы говорите, 55 повреждений обследовали, там, где-то около 3-х недель работы, как бы, основной путь. Но я вас уверяю, сейчас, если даже сделают южно-донбасскую роту и, ой, извините, южно-донбасскую Еленовку и Авдеевку, ясиновата, количество выезжаемого угля не увеличится, ровно потому, что уже сейчас мы можем везти в 2 раза больше. Поэтому, когда говорят, одна путка, это те люди, которые, по большому счету, не приходили и смотрели, силами компании ДТЭК и УЗЭ Донецкой дороги, мы Никитовку-Майорского восстановили, 2 пути полностью сделаны, пожалуйста, проезжайте. Перегон используется на 50%. То есть, было неправильно сказано, я искал 21 поезд, это неправда? Сейчас, за вчера прошло, 21 поезд, все правильно. Я говорю о том, что можно 42 поезда, если будет у вас достаточное количество заправленных локомотивов, вот и все. И тогда не нужно будет везти уголь дорогой с ЮАР и положить тот уголь, который предусмотрен приказом министерства. Я бы только об этом говорил. Чтобы мы, как бы, количеством поездов не замыливали, мы говорим, сколько можно провести. А можем провести в 2 раза больше. Пожалуйста, в микрофон вас практически не слышно. Вы сказали, что вы обратились до компетентных органов, для того, чтобы дозволить поставки запчастин. Скажите, пожалуйста, когда вы обратились и когда будет ответ, как вы вообще оцениваете часовые рамки решения этой проблемы? То есть, вы обратились, вам дали ответ, сколько это будет дотрываться. Вы обратились, вам отвечают. И это одно вопрос. И до пана Коземко, если можно. Дивиться, вы сказали, что вы ожидаете логистичные проблемы с поставками вагиля Паревского на станцию. Оскільки зараз, правильно я понимаю, оскільки зараз нема учасників для тендера. Правильно? Дивиться, учасників на тендер нема. Но доверными відносками передбачено, что, если у нас будут проблемы с логистикой, ну, с вивантажем, это сделает все наш постачальник. То есть, у нас не будет проблем. Постачальник за кошти какие-то? За наши кошти. А как же? А второе, наскільки вы оцениваете зростание, вы будете просить збільшеного тарифа, так? Позже на другую лодку, наскільки, ну, зорієнтуйте по рамке того збільшеного тарифа, наскільки він зростит? Дивиться, мы снова таки говорим про то, что цей вугиль, який будет, его же много не может быть, так? Там будет 160 тысяч, например, в листопаде и 160 тысяч в грудне. То, в принципе, мы там очікували по компанії, якщо буде, дай Бог, все нормально з роботою Волгівського ТЕС, в нас ми будем збалансовані, в принципе, тому що Волгівський ТЕС для нас економічна робота, її забезпечить роботу компанії. Но тариф по Зміївській ТЕС, який ми очікуємо в змішуванні, десь приблизно, приблизно, знов таки, може бути десь біля гривні 32. Одна гривня 32 копійки. На весну, так? Прошу. На який період? На перший квартал? Ну, це будемо говорити, ми говоримо зараз листопад і грудень, і даліше. Но по компанії буде 90 десь 2 копійки, десь отак, приблизно. Якщо все буде гаразд. Знов таки, це ж можна, розумієте, моделів можна зробити десятки. Сьогодні ми можемо моделювати тут дуже багато моделів. Ну, от моделюємо, наприклад, модель без роботи Волгівської ТЕС. Тоді зовсім інакше буде ціна цього питання. Тоді, умовно, постійні затрати ляжуть у оліворки на дві наших станції, які працюють на мінімальному складі. Я вам не можу зараз, от ви задаєте питання, на яке треба дати чітку відповідь, так? Я вам просто говорю, що, в принципі, тариф по компанії в собівартості, якщо ми будемо получати парівське вуїль, а нас десь буде по компанії 92 копійки з роботою Волгівської ТЕС. Окремо по Змівській ТЕС ми очікуємо там гривню 32, десь так, ну приблизно. По Трипільській ТЕС там гривню. І так далі. Ми це зараз прораховуємо, для нас виходу нема. До цього тарифу додасться обслуговування кредиту, правильно розуміє, і так далі? Ну а як же, це все прораховано. Все прораховано з кредитними лініями, зі всіми. Все прорахували. Ну, знов-таки, ми говоримо за близькі цифри зараз. І, будь ласка, ще «Укрзалізниця». Відповідь. Тобто, ви зверталися про дозвіл на диспалування, запчастин, як буде вирішуватися це питання? В яких часових рамках? Смотрите, разрешение на пересечення любого товара, груза, да, разрешає руководство ТЦ, але є порядок. Ми цей вопрос не раз поднимали на заседанні антикризисного штаба. Там тоже присутствуют їхні представители. Недавно нам подготовили письмо, в тому числе, на секретаря РНБО, для того, щоб цей вопрос все-таки уже поднять выше, потому що до сих пор ответа не получили. Можете у нас про квотировання ввести? Вывоз из НКТ по квотам узнає? Ну, не к нам вопрос по квотированию. Нам надо обеспечити Донецьку дорогу, контролювати территорию, в першу чергу, дистопливом. У нас только одна квота, по большому счету, ввести как можно больше. Это вот только может быть такой подход. Каждый день сейчас на весь золото. Вот каждый день мы ведем. А у нас есть компетентный орган, называется Координационный центр при антитрористическом центре, который создан соответствующим приказом. Там есть все представители, необходимые для принятия компетентного решения. И военные, и СБУ, и фискалы, и так далее. Просто у нас очень часто создаются органы, наделяются полномочия, а у них отсутствует политическая воля для принятия решения. Так вот, я по этому поводу хочу вам сказать, что по поводу дистоплива для заправки локомотива обращались все. Дорога обращалась, компании обращались. Я вам сейчас напомню, мы сейчас за свои деньги остатки дистоплива, которые у нас там есть, заливаем локомотивы. И при этом мы платим тариф на перевозку. То есть мы платим дважды за перевозку сейчас. Дважды за перевозку. Один раз тариф на перевозку, второй раз дистопливо, которое мы заправляем тепловозом УЗ. Но запасы там исчерпываются, ровно завтра они останавливаются, и мы просто прекратим вести этот уголь. Так вот, ко всем обращались. Ответ только один. У нас отсутствует политическое решение. Обращайтесь в РНБО. Поэтому мы в соответствии с УЗ написали соответствующие пищи в РНБО еще месяц назад, неоднократно. Последнее, крайнее, я вчера подписал. Ответа никакого нет. С одной стороны, мы говорим, что нам необходим уголь, а с другой стороны, мы не можем принять простые управленческие решения. А все очень просто. Опасение какое? Что дистопливо, которое будет заходить, оно будет использоваться для заправки танков или какой-то военной техники. Но для этого есть простые нормативы УЗ. Они предложили это. Каждый локомотив употребляет определенное количество дистоплива. Каждый локомотив в системе виден. Он как перемещается между станциями, в системе едино видно, куда локомотив поехал. В зависимости от того, он едет, пусть порожним резервами идет, либо груз ведет, либо порожним вагон тащит. Есть определенные нормы расхода топлива. Пожалуйста, заправляйте этот локомотив, он настолько, сколько нужно, чтобы он ехал. Хронометраж, пожалуйста, в локомотивах показывает, сколько, куда он ехал. В любом случае поставьте GPS на каждый локомотив, что это стоит копейки. Есть даже GPS, и будет видеть, сколько потребляют. И очень просто определить, сколько топлива было выдано, сколько было потреблено. И никакой там, условно говоря, проблемы с тем, что в каком-то количестве дистоплива будет уходить, не будет применяться. Но парадоксальная ситуация доходит до того, что ГСМ, это по сути масла и так далее, они относятся к запрещенной ввозу на контролируемой территории группы товаров. Там даже мазут есть. У нас вот Зуевская ТЭС, это, мы говорили, парамазут, два растопочных топлива, мазут и газ. Газа там нет. Мазут мы вот буквально там на прошлой неделе все, что у нас было, мы сожгли. А для того, чтобы станцию, ну, блоки разменять, либо там просто станцию с нуля поднять, необходим мазут. У нас стоит четыре бочки мазута уже на протяжении трех месяцев, двух месяцев, извините, на Константиновке. Мазут не зальешь в банк, в бак танка. Это то, что только нужно слить и использовать для станции. Более того, это та станция, которая, если будут восстановлены линии, будет выдавать электроэнергию на Мариуполь. И вот мы уже два месяца не можем получить разрешение на то, чтобы ввести четыре бочки мазута. Почему? Потому что у коронационного центра при ТЭЦ отсутствует политическая воля. Мы написали четыре обращения. Крайнее позавчера зарегистрировали. Нет решения по поводу ввоза мазута. Хотя мне кажется, что здесь абсолютно все понятно и прозрачно. Если нужно, мы даже предложили, мы заснимем процесс перевозки мазута на станцию. То же самое можно сделать и с дистопливом, и с запчастями. Поэтому наша дискуссия упирается только в одно, что нужно тем органам, которым делегировали эти полномочия, принимать соответствующее решение. Либо да, либо нет. Потому что даже ответа нет, мы не получаем. Спасибо. Еще вопрос. Наталка Прудка, главком. Скажите, пожалуйста, уже говорили про то, что тариф должен взросли до гривни 32 кредитной линии. Відсотки за кредит будут врахованы. А на днях Всеукраинская энергетическая асамблея оприлюднила ревень розрахунков на энергоринку. Так, він впав, споживачі менше сплатили, але чому там такі розриви? Там Обленерго, зібравши кошти зі споживачів, на энергоринок заплатили на 4 млрд грн менше. Тобто це що, вкрадені гроші? Обленерго просто вкрали їх у народа, ці гроші? І, звісно, що ростуть борги перед генерацією. Тут називали 6 млрд, але ВЕА оголосила 8,8 млрд за боргованість перед генерацією. Генерація змушена жити за кредити, потім нам відсотки за ці банки, значить, заробляють гроші, а нам, споживачам, потім покладуть ці відсотки знову в тариф. Я хочу сказати ще раз, щоб журналісти зрозуміли, що таке гривень 32. Тому що, ви зрозумієте правильно, дивіться, компанія «Центр енерго», вона експлуатує три електростанції. Найекономічніші електростанції були РізКТС. Склад обладнання, який я перед тим говорив, коли мій перший виступ був, я вам розказаю, який буде склад обладнання. І ми говоримо про те, що ми різні моделі розглядали. Ця модель парівського вугілля 160 тисяч тонн, вона розглядалася в міксі разом з Російською Федерацією, в міксі разом з АТО і так далі. Тому собівартість тоді в компанії буде сягати десь близько 93 копійки з роботою в Олирській ТЕС. Я, на жаль, в мене просто немає звітності по споживачам. А по розрахункам енергоринку, видно, що особливого розриву між розрахунками енергопостачальників і виробиків, звичайно, немає. Є лише відволікання коштів, яке вже наявно пов'язане з ПДВ проблемою. І це дійсно проблема вона є і вона буде посилюватись. Я вже не коментував, але це абсолютно правильно. І, до речі, вчора Рада ринку прийняла рішення щодо звернутися до прем'єр-міністру з пропозицією, як вирішити це питання. І, до речі, всі ті пропозиції, які були по ПДВ, вони вирішують, так би мовити, ріжні частини питання щодо зайвих податкових зобов'язань, щодо того, щоб не було підвищення зі сторони невидачі податкової накладної постачальникам вугілля і таке. Так, все ж таки, по розрахунку, от за 8 місяців генерація взагалі отримала 91,2%. При цьому теплова генерація 92,9%. Це взагалі аномальний рівень розрахунків, дійсно. І при цьому, до речі, ще генерація взяла на 1 мільярд авансів більше, ніж було на початок року. Тобто, якщо це не на мільйон, а на мільярд. Якщо вирахувати, буде відсоток, звичайно, ще нижче. При цьому розрахунок за 8 місяців енергопостачальних компаній 93,6%. Але ця різниця близько 2% – це відвалікання коштів на ПДВ, на цей розрахунок. І це погашення того кредиту 2 мільярди, який брався наприкінці минулого року для розрахунків з генерації. От зараз його енергаринок погасив, але це теж за рахунок коштів, які надійшли. Тоді вони виходять, надійшли генерації, а зараз не надійшли. Но 90%, 91% чи 92% – це критика. Бо ми ж розуміємо, що зараз буде ОЗП, і розрахунки знизяться. По-перше, оскільки зросли тарифи для населення, і зараз збільшиться споживання, і з відставанням розрахунків це призведе до зниження від населення, ну і від промисловості теж, особливо від водоканалів і так далі. Тобто немає такого страшного розриву, що в енергарині доплатили 4 мільярда із зібраних місців споживачів коштів енергаринок? Тобто як зрозуміти дані ВА? Ні, я от теж бачив це, але не бачив первинну джерела по споживачам, до речі, от не бачив. На жаль, може в мене була б тоді своя позиція по цьому питанню. Поки я не можу прокоментувати. Действительно, сьогодні публічно, можна сказати, в прямому ефірі разобрались в существуючій проблемі, наметили по некоторым аспектам пути рішення. І зараз багато, хто нас дивився і дивився, дійсно, будуть розуміти більше, ніж до нашого Круглостого. Більші дякую всім, до свідання.